Привет, с вами Джамбу Макс, и сегодня я хотел бы поделиться с вами новыми подробностями о консолях, рассказать какие-нибудь слухи о новых эксклюзивных играх для Иксбокса, обсудить новые функции консоли в новом обновлении, но, к сожалению, в этот раз я вам этого сделать не смогу. Дело не в том, что я этого не хочу или не могу делать, нет, мне все еще интересно обсуждать там консоли, игры, функции и все подобное, но проблемы кроются в игровой индустрии в общем, и, к сожалению, на данный момент, да и я бы сказал, что уже как больше года она находится в некой стагнации. И я бы даже сказал, что скатывается к тому, от чего мы, по сути, и ушли. Мы с Виджиллом общаемся активно на тему консолей уже давно, около, наверное, 8 лет каждое утро, и если же во времена восьмого поколения мы тупо офигевали от того, сколько нам придется потратить денег на те или иные игры, офигевали от того, что появится на консолях, от слухов по типу виртуальной реальности, обсуждали игры, показанные на E3, и, конечно же, с нетерпением ждали новых игр по типу Человек-паука или там новую часть гири. Но чем дальше мы это обсуждали, на это смотрели, наблюдали, чем больше надеялись на какое-то чудо, тем больше мы расстраивались и не понимали, как такое могло вообще произойти. Что касаемо именно консолей Xbox Series, то почему-то большинство его нововведений работают так себе. FPS с Boost практически не развивают, поддержку обратно совместимых игр прекратили, хотя далеко не все игры получили такую возможность. Quick Resume то работает, то не работает, и из-за него в играх бывают некие проблемы. Новые функции практически пока не завозят, но самый главный смысл Next Gen накроется, пожалуй, не в функциях, а как раз-таки в его содержании, а именно в играх. Чтобы вы понимали, уже как полтора года идет новое поколение, и полтора года разработчики активно используют ту самую мощь тарафлопсов, которых, кстати, в два раза больше, чем в прошлом поколении. Тот самый хваленый и сверхбыстрый SSD, который должен был показать бесшовные миры. Кстати, напомните, сколько таких игр вышло. Когда про это только-только начинали говорить, честно сказать, я был в предвкушении того, что нас ожидает, ибо во времена Xbox One, Play 4, единственное, что якобы всех сдерживал, так это недостаточная мощь. Ведь консоли сразу вышли слабыми по отношению к ПК, и, кстати, к слову, восьмое поколение на самом-то деле показало себя очень хорошо, что на таком железе можно без проблем делать хорошие, масштабные, в то же время красивые игры. За примером долго ходить не надо, возьмите тот же RDR 2. Неплох выглядит ремейк Resident Evil 2, Riot, Uncharted 4, Geary 4, Last of Us 2 классно выглядит. По моему мнению, это действительно качественные игры, которые заслуживают всех своих похвал, и которые даже во времена девятого поколения являются прикольными играми, которые можно перепройти и получить удовольствие. Но давайте посмотрим на игры сейчас. Возьмите ту же Halo. Это все-таки некая визитная карточка Xbox, которая должна была выйти на старте и продать многим эту консоль, ведь Halo это, по сути, база для Xbox, это один из важнейших эксклюзивов. Что же вышло в итоге? Это просто посмешище, которое за счет хайпа взяла номинацию «Игра года» от пользователей, когда она даже и не вышла, и которое играют сейчас, наверное, только лишь истинные фанаты, в надежде на то, что игра когда-нибудь будет нормально поддерживаться. Чтобы вы понимали уровень кринжа, то онлайн бесплатных Halo иногда меньше, чем даже у платного высера в виде батлы 2042. Кстати, о батле. Да, несмотря на то, что в данный момент она понемногу становится лучше, чем это было на старте, ну просто вспомните батлу 4, которая, кстати, вышла в далеком 2013 году. Вспомните то самое чувство, когда вы ее увидели и начали играть. Разрушаемость, неплохие карты, реальное чувство масштабной войны. Казалось бы, сделайте то же самое, но с упором на возможности новых консолей. Нет, они просто превратили игру в говно, в которое, по сути, даже бесплатно заходить не хочется. Я лично, по-моему, до сих пор не откатал бесплатные часы, реально. И к тому же она еще идет без одиночной компании и продавалась за 70 баксов на старте. Ну типа, next game все-таки. Ну, давайте возьмем As Dusk Falls. В то время, когда вы покупаете новую консоль с быстрым SSD и с нормальной такой мощью, надеясь на то, что вам будут предоставлять кинцо наподобие Детройда, майки вам предлагают сыграть в слайд-шоу, которое, по сути, ничем не примечательно, кроме как сюжета. И что очень странно, майки даже не удосужились укомплектовать нормальную игру. И это слайд-шоу на Xbox Series X весит более чем 50 гигов. Да, конечно, среди новых игр есть интересные проекты, в которых можно поковыряться, но это, наверное, не те проекты, которые ты ждешь с нетерпением. Я больше отношу это, наверное, к неким заглушкам по типу, ну, если нефиг делать, то как бы сходи поиграй. И чаще всего такие вот проекты делаются не от именитых разработчиков, которые имеют большой опыт и бюджет, а чаще всего от сторонних студий, у которых еще сохранилась, ну, знаете, некая жажда сделать игру хорошей. Сделать игру с необыкновенной идеей, нежели просто выпустить ремейк удавшейся франшизы. Подарить игрокам удовольствие от прохождения, нежели просто привлечь игроков к подписке или же собрать кучу денег из-за бренда серии. И это хоть не долгожданные проекты с громким именем, но в них реально иногда прикольно поиграть. Возьмите новый проект под названием Рыцаря Архама. Сейчас непонятно, какая она будет по содержанию или там по смысловой нагрузке, ибо мы не видели целиком игру и, соответственно, мы не можем о ней судить. Но вам не кажется ли странным, что игра, выходящая в 22-м году, только для новых консолей, ну, типа Next Gen, выглядит немного не очень по сравнению с игрой из той же тематики, вышедшей в 2015-м году для 8-го поколения консолей, у которых, по сути, мощей не хватало? Ну, как по мне, это странновато. И знаете, на всех стримах, когда кто-то покупает консоль, всегда идёт вопрос, а во что же поиграть на Next Gen? Как бы странно это ни казалось, но с теплотой ты называешь именно больше старые игры, времён там 7-го, 8-го поколения, нежели нового, что на самом деле очень странно для обладателя как раз-таки Next Gen. И да, для понимания, напишите в комментариях, во что играете вы, и что в последнее время вы прошли. Давайте окунёмся на секунду в тему переизданий. На момент 8-го поколения переиздания были новым глотком свежего воздуха на старые игры, на которые можно было посмотреть сквозь современные стандарты. Если же поначалу действительно было здорово увидеть старую игру в новом обличье, то спустя какое-то время разработчики этим начали просто активно пользоваться и переиздавать игры, даже которые особо не нуждаются в этом. Что стоит вспомнить переиздание Биошок или Крайзиса. Да, переиздание это классный способ оценить новичкам игру того времени на новый лад, но если бы эти переиздания были реально сделаны от души, то я согласен. Но когда ты пытаешься третий раз продать одну и ту же игру и называешь своё творение ремейком, которое стоит целых 70 баксов, при этом намекая о том, что ребята, это всё-таки 9-е поколение, это Next Gen, то извините, я этого не понимаю. Если взглянуть на новые игры, которые были когда-то там анонсированы, то мы либо получим 1000 извинений с пометкой или, извините, мы не оправдали ваших надежд, нам нужно некоторое время, чтобы допилить игру, либо же мы получаем просто дату-заглушку на какой-то год или даже без года. И в связи с тем, что такая канитель, по-моему, идёт с года 2018, на мой взгляд, это ненормально. Я прекрасно понимаю, что если бы так вот переносилось там 2-5 игр за год от разных студий, всякое бывает, может быть какая-то масштабность, может быть что-то ещё. Но, извините, в этом году их достаточно и даже, по-моему, больше, чем в прошлом году. Отряд самоубийц, Сталкер 2, The Day Before, Redfall, Старфилл, Принц Персия фиг знает, когда вообще выйдет. Ну а дата игр от Microsoft по типу Индиана Джонса, Фейбл и Перфект Дарка даже неизвестно, когда выйдут. Хотя они в целом заявляли, что больше не будут анонсить игры, которые далеки от даты релиза. Если анализировать моё видение игровой индустрии сейчас, то может сложиться мнение, что я, наверное, зажрался. Типа, вот я хейчу практически всё, что делается. Нет, это не так, благо в игровой индустрии есть ещё проекты, в которые я верю, и пока с ними вроде как всё хорошо, а-ля протоколу Калиста, хотя мне кажется, его перенесут всё-таки. Не знаю, жду продолжения одиночной игры про Звёздные Войны, там, новую колду, но даже если я и зажрался, то почему это кажется как-то ненормально? Я считаю, что когда компания выпускает новые консоли, а именно новое поколение, оно должно сопровождаться новым контентом, который, по сути, должен использовать ту самую мощь и новые технологии, заложенные в них, ибо какой тогда в них смысл? Я прекрасно бы понял, если эти новые консоли отнеслись бы к прошлому поколению, или бы просто не вышли бы до этого времени, но тут другая история. В этот момент я вам предлагаю вспомнить рассказы про трассировку лучей и споры про RDNA 2.1. Много ли вы увидели трассировки, или же чего-то сверхкрасивого? Мне почему-то кажется, что нет. Девятое поколение консоли, на самом деле, пока ещё далёк от раскрытия своего потенциала, и мне кажется, что такими темпами мы увидим какой-то прорыв лишь в году 24, а то и в 25, если вообще увидим. И самое, пожалуй, странное во всей этой теме, это цены на игры. Они сейчас стоят около 70 баксов, но само качество осталось на том же уровне или даже хуже. Скажите, когда вы в последний раз получали на выходе супер-мега вылизанную игру? Или не получали, например, патч первого дня? Раньше, кстати, такого практически не было. Если по всей этой теме вы со мной не согласны и думаете, что игровая индустрия всё-таки нормальная сейчас, то вы можете сейчас просто поднаблюдать за стримами тех или иных блогеров, посмотреть топ игр и обнаружить, что многие играют до сих пор в Fortnite, Warzone, Apex, Minecraft, GTA V и прочие давно вышедшие игры, нежели какие-то новинки. Да о чём речь, если даже и я катаю Fortnite, нежели прохожу какую-то новиночку. И когда народ, по сути, в новые игры практически не играет, это говорит о многом. Да, я понимаю, что есть другие случаи по типу Stray, ещё каких-нибудь игр, да, но таких примеров реально очень мало. Но и самое обидное, это, наверное, то, что когда такая вот тенденция продолжается, значит всё-таки большинству это кажется нормой. И если честно, знаете, я офигеваю, когда это пытаются ещё оправдать и найти какую-то типа важную отмазку под предлогом, ну, вы не понимаете, там вот это произошло потому что, потому что, разрабов надо пожалеть, ну и так далее. Но, знаете, когда вы пройдёте всё, что вам было интересно и такая тенденция продолжится, вы поймёте, что оправдывать это бессмысленно, ибо цена растёт, технологии становятся лучше, а вот качества почему-то нет. Ну, как говорится, плохому танцору всегда чё-то мешает. В общем, я очень надеюсь, что такая вот стагнация в скором времени пройдёт, и мы увидим действительно next-gen проект, за который мы точно полюбим 9-е поколение консолей. Если вдруг видос вам понравился, ставьте лайки, если вдруг у вас есть что сказать, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал и большое спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok